Наша группировка SCP Foundation приглашает в свои ряды как опытных сталкеров, так и новичков зоны. Спектр нашей деятельности широк. Кроме всяческих фармов, данжей и захватов, мы запускаем линейку своих квестов внутри клана. Кто ищет хорошую компанию, добро пожаловать. Вся информация о вступлении в описании под видео. Здорово-здорово, дорогие друзья! Всем приятного аппетита, кто кушает. Сегодня я расскажу тебе про фарм ведунов на караване. А перед просмотром подпишись, пожалуйста, на канал. Жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И пиши комментарий под этим видео. Это совсем недолго, но очень важно. Видео выходит благодаря твоей поддержке. Начнем с самого простого. Как туда добраться и сколько денег на переходы нам придется отвалить. Переход с окрестностей Любящий на аэропорт находится в квадрате Е11-3. Его стоимость 30 тысяч рублей. Следующий переход с локации аэропорт на Тунгуску находится в С-22. Он стоит 100 тысяч. Появляемся мы в юго-западном секторе квадрата Д-2-1 на взлетной полосе. От этого места есть два пути до радиуса. Зеленый – это более безопасный, но есть одно большое и жирное «но». По нашему маршруту расположена база какой-либо группировки. Если ты одиночка, ты можешь пользоваться двумя маршрутами. Тебе повезло. Если под тегом и ваша группировка воюет с этим кланом, то придется идти по сложному маршруту. Увы, выбора тут нету, иначе охрана будет вас убивать. Красный маршрут опасный и трудный. Там куча аномалий и несколько мутантов. Но самая большая опасность для тебя – это аномалии. Часто, когда я хожу по красному маршруту, по пути я собираю пару или тройку экранчиков. Приятный бонус. И вот ты в поселке Радиус. Сидит там некий Коля Барсук, который и проведет нас на заветную локацию под названием «Караван» за 180 тысяч. Итог наших затрат по переходам составил 210 тысяч. Но это еще не все. До точки фарма нужно проделать немалый путь. Сквозь аномалии мутантов. Наша цель находится в квадратах У5-У6, В5-В6. Чуть не забыл про контейнеры для артефактов. Чтобы антигравы не тухли, пока ты фармишь. Вот ты пришел на точку. Не спеши фармить сразу. Вглядываясь в обстановку, возможно кто-то уже там кормится. И если ты его увидишь, то лучше стреляй первый. Иначе, если он тебя заметит впервые, то убьет, будь уверен. Причем не важно, одиночка это или клановый игрок. Хотя про клановых я вообще промолчу. Они и на окрестностях Любича из-за верлек одиночек убивают. Нам очень крупно повезло в тот раз. Я был приятно удивлен, что никого тут нет. Обычно на этом месте происходит лютая грызня заведунов. Мы забили контейнеры и отправились обратно. Но если там фармятся уже до вас, то придется набраться терпения. Либо ждать пока уйдут, либо убивать и пока бегут с респы фармить. Потом прятаться и снова проделывать такой же фокус. По пути в эти квадраты можно фармить боровов. Что тоже неплохо. Видео про фарм боровов есть у меня на канале. Подсказка будет в правом верхнем углу. Переходи. На мой взгляд фарм очень сложный. И не каждому подойдет. Ну и не у всех есть только терпение. Но как быть, решать уже вам, уважаемые подписчики. Видео подошло к концу. Подписывайся на канал. Жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пиши комментарий по поводу данного ролика. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok